Прямой эфир мы продолжаем. Ждите ответа. В столичном ГИБДД пообещали отреагировать на жалобу у москвича, которого штрафовали за блик фар. В июле после сильного дождя шофер ехал по правой стороне МКАД и свет попал на сплошную линию разметки. Что-то это все напоминает. Спустя месяц владельцу автомобиля пришло так называемое письмо счастья с кругленькой суммой за езду на обочине, по обочине. За такое нарушение надо заплатить полторы тысячи рублей. Немало все-таки, согласитесь. Вот только шофер все правила соблюдал самое интересное. Камеры видеофиксации сыграли злую шутку и с другим водителем. В Москве владельцу Хонды выписали штраф за тень. Машина двигалась в крайней правой полосе. Тень упала на сплошную линию, которая отделяла трассу от обочины. В итоге штраф те же полторы тысячи рублей. К счастью, разум возобладал. В ГИБДД водители освободили от наказания за провинность незадачливой тени. Ну а теперь на «Газели» со скоростью «Феррари». В Ульяновской области водителю микроавтобуса выставили счет за сверхбыстрое вождение. 233 километра в час в городе. И тут, внимание, «Газель Луидор» физически не может развиваться такую скорость, разве что после апгрейда. Максимально, что можно из нее выжать, 135 километров в час. И то, наверное, только в фантастическом фильме. Продолжение следует...